привет дорогие друзья будем продолжать рисовать нашу рыжую кошечку я сделала все практически кроме бантика оставила его напоследок чтобы мы его вместе нарисовали и заодно посмотрели как рисуются блестящие стразы принципе блестящее покрытие виде такого серебряного горошка на бабочки остальные детали практически все сделаны мне осталось фон осталось какие-то мелочи доделать на мордочке и но конечно же усы все это буду делать я потом и скорее всего с помощью масляных красок я сделаю фон на усы немножечко все это объединю и будет мой рисунок готов ну что давайте уже приступим тогда к бабочке у меня намечены основные детали серединка а потом вот эти серебряные горошки фон у нас такой розовый да поэтому подготовила я два варианта первый будем смешивать с белым а вот такую карминовую она у нас получается такая санетовская это у меня амстердам розовый маленький потом белая вот такой вот амстердам довольно хороший уже готовы смешанный цвет практически нам подходящий возможно даже можно сказать один в один может быть чуть-чуть где-то похолоднее как раз морозового добавил белый у меня как пусы чёрный который был вист артиста но это нам не принципиально сейчас какие белые черные да ну давайте начинать сначала мы закрасим основное все я могу сразу взять розовый даже покажу вам вот как я чаще делаю это получается еще удобнее и можно сказать так что быстрее даже в каком-то плане это у меня двоечка давайте я возьму 3 3 хотелось как первый номер все таки потому что мне нужно будет обходить эти горошки горошки пока я оставляю плюс-минус если где-то что-то пойдет не так в принципе не страшно закрашиваем я закрашиваю сейчас без вот этой задней поверхности там еще одна идет складочка ткани на бабочки это мы сделаем попозже когда этот слой подсохнет первый слой обычно он может быть не самый аккуратный какой-то на плюс-минус такой да главное не выходить за поверхность бабочки и делать не очень густым но в любом случае вы сможете его потом докорректировать добавить уже еще один слой добавить цвета особенно если краска довольно жиденькая такое часто бывает не всегда она плотно перекрывает даже видите я не добавляю сюда водички но все равно слой получается довольно жидкий и бежевая подложка она просвечивает мы сейчас закрасим всю левую сторону акрил будет еще довольно влажным поэтому где-то капельку могу добавлять водички именно для того чтобы он еще не полностью высох и это мне позволило сразу туда по влажной поверхности добавить тени чтобы тени получились мягкие и у меня вышел такой прям плавный переход такой эффект масляной живописи с очень нежными переходами этого можно и потом добиться конечно просто с помощью лессировок акрилом смешивая акрил с водой добавляя все это тоненьким слоем тоже можно проделать это теперь сделаем тут обратную поверхность ну то есть еще какой-то слой бабочки до который вдалеке получается дальше беру чуть-чуть водички капельку домешиваю розового вот такого карминового и с ним я уже буду прорабатывать складочки складочки у меня более интенсивные по цвету более насыщенные сейчас возможно какие-то из горошков они будут пропадать но это не страшно и также рядом я домешиваю предыдущий цвет розовый чтобы делать мягкие переходы и на тот случай если там уже краска подсохла и мне нужно добавить еще один слой и опять же по влажной поверхности снова добавляю туда розовый поэтому сейчас работаем и как бы с одной складочкой делаем у нее такой прям максимальный эффект законченный в углубление я добавляю еще черный черный будет неплохо работать с этим карминовым будет как бы углублять весь этот цвет и немножко я тоже все это смягчаю с помощью светло-розового так вот стороны распределяю немного убираю лишнего темного скисти могу вот так дальше светлый снова добавить чтобы такое у меня было мягкое распределение цвета опять же это такой предварительный слой можно сделать если понимаете что какой-то он там не идеально получился то он может дорабатываться но по возможности постараться сделать его таким уже финишным это зависит и от самой краски от густоты этой пигментированности будет ли она сейчас просвечивать та часть бабочки которые вдалеке она там по плотнее поэтому я добавляю туда те же оттеночки добавляю карминовую и добавляю туда розовую и черную черный он видите сразу привносит нам такой холодный оттенок как будто в сиреневый уходит розовый цвет сразу пока что даже без осветления потом мы сможем добавить с вами смесь розового и белого но пока что можно без без него без белого делать только на вот этом светло-розовом идем ниже тут уже слой подсох поэтому я могу продублировать слой розового оставить здесь промежуточек где будет свет более плотный возможно сейчас будут немного страдать горошинки и они будут закрашиваться тут ничего не поделать лучше их оставить сейчас немножко меньше чем больше потому что потом могут остаться просвет и фон нам это не нужно лучше потом наверх их закрасили теперь следующую складочку делаем заодно видите она так мягко получается потому что мы нанесли сейчас влажный слой акрила и все это может очень плавно перемешаться чуть чуть поглубже поярче капельку черного больше именно у основания перемешиваю дальше его с розовым здесь мы видим что мягкий контур снизу а сверху контур более четкий у этой складочки так я и стараюсь в принципе оставить и давайте еще кстати немножко смешаем карминовый с черным и чуть-чуть поярче складку которая вон там сверху сделаем теперь чуть-чуть затемнения снизу то есть это уже не какой-то прям карминовый это тот светлый розовый просто чуть-чуть добавлением более яркого вот так вот смягчаю более такая яркая да у меня наверное получается все таки бабочка чем на самом деле немножечко затемнений я думаю пускай она подсохнет нам останется дальше добавить светлые туда участки и сейчас мы приступим к следующей стороне эта сторона пускай подсыхает делаем то же самое здесь единственное у нас шерсть потом еще будет заходить на эту сторону бабочки это мы учитываем нужно будет потом снова добавлять туда рыженького но это не страшно там все равно мне доделывать немножко щечки чтобы они были по пушистее еще доделывать усы так что работа еще предстоит здесь обходим теперь кружочки в средней части у меня такое получается довольно легкий слой но сейчас быстро впитается и сделаем то же самое как с другой стороной горошки они помогают мне не терять все форму и хотя бы примерно потом находить складочки где они были конечно ничего страшного если там они на миллиметр куда-то подвинуться эти затемнения но я стараюсь следовать все-таки основной форме осталось немножко закрасить потом еще главное пересчитать там горошки их найти можно будет потом кстати добавлять еще рефлексы оранжевого такого до желтоватого оттенка по цвет шерсти чтобы погрузить вот так нашу бабочку в атмосферу особенно вот здесь да здесь рядом с шерсткой будет такой рыжеватый потом плюсы волоски туда тоже попадают чуть-чуть теперь снова добавляем ярко карминового ну карминовый пап априори до яркий цвет будет так немножечко смягчаем опять же с розовым тут у меня слой подсох не полностью поэтому сразу могу сделать такой легкий переходик так вот стороны размазываем затемнение присутствует также сбоку его можно добавить сейчас под впитается это светлый слой и нужно будет еще разочек перекрыть потому что уж очень он сейчас смотрится прозрачно чуть-чуть тоже потемнее снизу и здесь сделаем сочетание карминового вместе с черным и со светло-розовым потому что мне нужен как бы розовый но не такой насыщенный как карминовая чтобы более плавный был переходе я добавляю водички и делаю такую тень снизу теперь можно проверить складочку которая идет выше тоже там более такое явное затемнение его делаем тем более плотная конечно рядом с серединкой потому что там складка более глубокая поэтому света до попадает туда меньше и соответственно там темнее на других участках где эта складочка раскрывается она более светлая потому что там уже больше света попадает все логично да помягче мне нужно распределить ее в стороны там чуть-чуть правда я какой-то горошек потеряла но ничего если даже парочка горошков останется нам будет по ним не сложно остальные там возобновить вот так вот я смягчила и снова и снова сделаем слой со светло-розовым он уже будет ложиться погуще нам нужно более такое плотное нанесение и особенно смотрю те участки где посветлее складочка здесь такая присутствует надо будет ее сделать теперь вправо немножечко ухожу здесь контур справа прям светлый светлый потом не нужно будет смешать розовый с белым и добавить его такой линии справа но это мы сделаем и с левой стороны бабочки будем осветлять она будет более объемная пока у нас есть только средний тон и темный там где складочки чуть-чуть поаккуратнее хочу сделать снизу поровне и вот так там кстати присутствует и рефлексик отражение света снизу его тоже можно сделать подчетчику кто нужно не линию провести поярче ну что теперь можно помыть кисточку я добавлю белого к розовому к светло-розовому и мы сделаем самые светлые участки их не стоит делать прям абсолютно белым это будет неестественно выглядеть а вот такое сочетание светло-розовым это будет то что нужно почетче делаю контур справа потом когда я провела линию чтобы смягчить эту зону я кисточкой практически без воды и без краски как бы растушевываю этот цвет распространяю его в сторону и получается вот такой вот плавненький переход но здесь стоит сказать что мне помогает все таки небольшая текстура картона которая присутствует если бы ее не было то немножечко по-другому бы эта растушевка получалось в этом есть конечно определенный плюс и смысл такой текстуры на серединке добавляю вот такой же светлый у у меня сразу становится более объемная форма так да сразу получается более объемная бабочка конечно потом захочется наверное добавить еще один слой немножко все это вот так вот довести до ума сделать поаккуратнее сейчас мы прям не супер аккуратно я это делаю рефлексик снизу можно клапеньку вот так поярче и наверное верхнюю часть там у нас идет поворотик поэтому свет добавляю на серединку все этой зоны даже можно чуть-чуть у так зайти на кругляшок чтобы правдоподобно было чтобы вокруг него тоже был свет капельку доделаю участок посередине посветлее еще стала бабочка да теперь она более светленькая такая смотрится и на что теперь сделаем часть слева у меня как раз там достаточно краски я намешала я могу себе позволить заходить на кружочки ничего страшного в этом не будет главное чтобы я добавила блики на все нужные участки то же самое я чуть-чуть подчеркиваю левую сторону там где идет сгиб формы сверху немножечко света объемчик посередине на серединку складочки где форма там закругляется там будет попадать больше всего света и там будет блик соответственно то же самое с нижней части они округленькие да вот эти зоны они выбирают соответственно на светлый участок мы добавляем блик блик хорошо смотрится уже на подготовленном светлом участке где вы добавляете еще более светлый и таким образом он получается очень объемный смотрю где еще не достает мне светло розовых моменте ков снизу уголочек можно подчеркнуть серебряная краска конечно тоже бы не помешала все было бы проще наверно но красивый смотрится когда знаете блестящий акрил тоже добавляешь как я там золотой делала серебряный да по нами только гуашь была акрила нету хорошо давайте сейчас тогда сделаем прям очень-очень смело кисточку я помою и я буду добавлять сразу белом яркие блики расставлю самые светлые блестящие участочки и так у меня блик находится вот здесь наверху то есть половинку горошка я вижу расставлю сразу вот так вот блики где-то пятнышками вот так вот точечно чтобы было больше ощущения такого блеска на кружочках и нужно некоторые участки ставить прям очень-очень ярко в этом зле в этом только случае они будут блестеть как здесь у меня кстати горошек не на месте получается да да у меня вот здесь тень а горошек вот здесь поэтому будет перенос пониже ну что поделать просто они в тени должны находиться они там будут ярче выглядеть так сверху с другой стороны то же самое если вдруг нам понадобится мы сможем еще слой яркого белого сделать главное поставить его точечно ярко и рядом с ним потом добавить более плотный более темный цвет в таком случае у нас будет контраст контраст и вот этот блеск будет как раз идти за счет четкости которые мы с вами сделаем потому что на данный момент они просто как такие белые кружочки смотрятся без какого-то контраста так но в принципе принципе все именно по бликам теперь я пройдусь еще разок на некоторых зонах где мне нужно снова свет добавить прям точечно и можно погуще даже краску добавить тут мне нужно будет закрасить у меня здесь только один значит вот так вот пойдет горошек которая вижу наполовину остальное сейчас с розовым и снова заполню вокруг будет перенос вот этих участков вниз все хорошо теперь нам нужен самый такой плотный цвет самый темный можно взять для этого черный в него капельку добавить розового это можно но чуть-чуть белого розового даже еще побольше потому что вот эти блестящие формы они отражают все равно розовый оттеночек который находится рядом и вот за счет этого такой эффект получается сейчас даже немножечко темнее скажем так чем нужно я сделаю некоторые формы чтобы просвечиваю чтобы просвечиваю этот темный цвет дальше будем добавлять туда более светлый такой уже нейтральный за счет этого контраста как раз у нас будет ощущение блеска даже вот на светлый участке я добавляю точечно и важно еще когда вы рисуете ну какие-то такие формы с принтом дам скажем так это не обязательно могут быть кошачьи бабочки это может быть все что угодно следите за тем чтобы расположение элементов она была ну таким довольно хаотичным чтобы у нас все например горошки не смотрели на нас прямо не были круглыми потому что какие-то из них они точно поворачивают и это нужно учитывать здесь еще один кружок некоторые части этих кружочков они кстати довольно такие нейтральные они прям с розовым оттенком это мы тоже добавим чуть-чуть еще осталось доделать снизу парочку главное тут не запутаться на сумму ну что есть темный цвет есть светлый оттенок осталось добавить такой нейтральной серый но тоже уходящий в розовой я смешиваю все что сейчас у меня есть на палитре получается такой сиренево-розоватый оттенок и я с его помощью буду немножечко смягчать области которые должны быть более плавными и убирать немножко черный цвет корректировать заодно горошки чтобы они не были такими прям темными да чтобы были с переходом потом мы чуть-чуть еще скорректируем это со светлым тоже в похожей гамме и чтобы вот такая вот вибрация цвета была и поверхности я оставлю это пятнышками такими в принципе как так и там это все заметно такое получается чтобы было ощущение вот этой нанесенной краски до на поверхность розовой ткани из которой потом сшили вот такой прекрасный бант снизу то же самое чуть-чуть и можно даже использовать где-то вот так вот сухую кисточку чтобы передать такой вот легкий эффект этого затемнения так это мы сделали но все равно еще на некоторые участки просится сделать цвет посветлее в такой белорозовой теперь я беру и с ним уже прям те области которые действительно просится прям осветлить добавляю светлый оттенок чтобы было больше блеска плюс здесь тоже неплохо работает фактура картона в какой-то степени получается ну вот такое да немножечко нанесение с такими клеточками можно сказать с перекрещиваниями но за счет этого я и передаю блеск по самым темным элементом также чуть-чуть прохожусь чтобы они более блестящими казались поэтому есть смысл чтобы немножко темный цвет он там просвечивал небольших нюансов но чтобы с какой-то с одной стороны плюс-минус у горошков был светлый цвет тогда будет ощущение этого блеска легкого здесь кстати у меня какой-то промежуток образовался да здесь еще один горошек кстати должен быть сейчас я его сделаю он такой как раз серо-розовый вот такой и сразу поставлю на него блик потому что снизу такой яркий блик идет ну что уже в принципе похоже на блестящие такие принты да можно капельку сейчас проверить по форме где-то скорректировать чуть-чуть добавить блеска то есть весь секрет блеска в том чтобы рядом было сочетание двух оттенков которые будут контрастные темной и светлой в этом весь принцип и это такой же принцип рисования например блестящих предметов когда рядом у вас и светлые темные тогда возникает ощущение вот этих бликов немножечко со светом пробегусь по каким-то участкам где там возможно я не до конца их наделала брики чуть-чуть еще проставляю где получится тут какой-то у меня такой светлый кусок должен быть даже иногда вот по контуру как будто идет по контуру этих горошков такое свечение можно пальчиком тоже чуть-чуть так применять чтобы делать форму более плоской чтобы распространить вот этот блеск и осталось наверно сделать чуть-чуть розовых таких прям розовых розовых рефлексиков на некоторых участках и заодно их чуть-чуть погрузить туда поближе к бантику по цвету прям немножко ну что принципе хорошо если кстати мы бы делали эти элементы с блестящим серебряным акрилом то все равно бы мы там точно добавляли яркие белые блики но и затемнение тоже он бы просто нам как такой средний цвет шел бы все равно бы мы его доделывали бы чуть-чуть бликов на самом бантике капельку прям подчеркну очень очень легко немножко где-то свет вот здесь посередине чтобы он совпадал со светлыми участками на горошках да чтобы все достоверно выглядело а теперь мы делаем стразы это будет еще проще потому что тут как такая сеточка у нас будет образовываться сначала мне нужно обозначить где у меня пойдут темные зоны причем они так неоднородно идут делаю вот эти затемнения дальше разделяю это такие крестики получается вот можно даже с водичкой как я вот так сделала чтобы тоненько все это было дальше добавляем вот такой объемную ажурную форму по краям это будет тоже самый такой простой доступный способ чтобы вписать бантик во все происходящее снизу должна быть тень не забываем что вот тень тоже будет и сверху и снизу чтобы погрузить туда пант это будет совсем таким вот похожим работать со всеми аксессуарами которые мы можем нарисовать чуть-чуть розового добавляю потому что там как такая цепочка до и стразов и стразы наверно она все равно чуть-чуть прозрачная поэтому розовый там капельку хотя бы будет светиться далее нам нужно взять черный белый смешать серый оттеночек без розового чтобы он получился вот этим серым я расставляю такие горошинки но по сути что-то между круглой и квадратной формой заполняю все то что у меня осталось все то что было бежевым цветом я покрываю вот таким вот серым это для объем чека он будет подсыхать и дальше мы туда уже добавим яркий белый пока все это сохнет я набираю черный цвет это все опять же для контраста и уже тоненько прям аккуратненько кисточкой добавляю туда затемнение в самые такие глубокие местечки не на светло-серый она темный это обязательно основной принцип добавляем темный на темный светлый на светлый и только тогда все будет у нас красиво блестеть даже уже начинает появляться такой небольшой объемчик хоть тут всего лишь внутри оттеночка серых пока что не так много снизу будет потемнее конечно же в любом случае потому что там у нас тень идет меньше света попадает эти участки тоже будут более темными значит танк сверху сверху тоже чуть-чуть затемняем так ну что практически серый цвет у меня подсох это значит что мы можем добавить блики добавить белые блики чистой кисточкой набираю белый цвет довольно много мне его нужно набрать сделаем такой первый слой с бликами довольно внимательно я смотрю где у меня идут белые элементы сейчас возможно что будет он где-то перемешиваться вместе с серым я это учитываю и вот этот первый слой у меня подсохнет если что я еще разочек туда блики добавлю либо какие-то там маленькие детальки можно будет подключить и сделать в принципе чуть чуть посветлее потому что сейчас довольно такая плотная темная цепочка кажется потому что черного мы там много добавляли сейчас эти блики сделаем и где темный цвет тоже там тоненько можно будет доработать должно быть то что нужно снизу теперь показываю светлые области самые яркие так и блики все равно видите довольно яркие снизу конечно на цепочке немножко добавляю водички такой жиденький слой белого дела чтобы у меня были тонкие линии и я буду чуть-чуть прорисовывать такие соединения между светлыми участками линиями небольшими и заодно когда я это делаю про мокрой кисточкой с тоненьким слоем получаются такие ну как сказать небольшие горошинки точечно когда они высыхают это добавляет еще больше такого блеска больше ощущения что это у нас стразики все теперь на самые светлые участки еще погуще я добавляю точечки белого поярче где-то чтобы был прям белый такой локальный цвет можно даже погуще все равно этот слой там впитается и буквально в серединке там еще парочку каких-то моментов все это осветлить чуть-чуть края прям оставляю темными осветляю именно то что посерединочка и очень аккуратно края можно тоже сделать так вот поярче полегче у стразиков которые на серединке и получается очень даже неплохо вот такой вот у нас яркий блеск там выходит сверху я вижу какие-то небольшие контуры таки беленькие легкие то видимо там поворачивает еще один ряд блестяшек но что все вроде бы замечательно по кошечке да по моей что мне останется доделать что я буду уже дальше сама доделывать на делаешь чуть все щечки усы мне нужно будет вывести шерсть на бантик что это чтобы более так реалистично все получилось проверить какие-то основные моменты и доделывать фон я надеюсь что это было довольно интересно и мы с вами узнали как делать блестящие элементы без блестящего серебряного акрила надеюсь вам это видео понравилось если да вы можете меня поддержать по ссылочке я оставила в описании оставлю ссылку на курс по акрилу на другие онлайн уроки и но мы увидимся с вами в следующем видео пока пока